О, ура, работает! Люди! Мы настроили это! Всё работало. И микрофон работал, но надо было какую-то манипуляцию провести. Но ничего, не сильно опоздали. Немного опоздали. Да, я очень рада, что сработала. Извините, что сегодня такие технические неполадки. Потому что надо было настроить каким-то необычным образом всё. Я первый раз комментирую одна. В общем, брошена на произвол судьбы. Ну что? Всем доброго вечера. В любом случае первые 25 минут у нас не получились, но надеюсь, что следующие три часа будут чуть лучше. Главное, что меня слышно, видно. И надеюсь, что вы ещё все со мной. Итак, смотрим. Матч Speed Chess Championship. Первый раунд идёт. Что есть силы, он идёт. И Хикару Накамура играет с Владимиром Добровым. Понятно, что Владимир Добров такой андердог в этом матче. Такая тёмная лошадка. Но, с другой стороны, если вспомнить чемпионат женский, то вот эта тёмная лошадка выиграла чемпионат. Сначала обыграв Екатерину Лагно, затем Харику Дорновали, а потом и Валентину Гунину в финале, Элина Даниелян. Вот так вот неожиданно для всех выиграла женский чемпионат в этом сезоне. Так что, кто знает, может быть и в мужском чемпионате какие-то сюрпризы возможны. Что? Ну вот, видите, только стоило мне вернуться и сказать про сюрпризы. Я не знаю, что происходило в партии, но я увидела результат. Результат был 1-0 в пользу Владимира, и счёт 1-1. Так что пока ровная игра. И это очень-очень хорошо. Видим сложную манёвренную игру с закрытым центром. Какой-то гибрид караканной французской. Первую часть матча в полтора часа первых соперники играют с контролем. Времени 5 плюс 1. Почти классика. Можно подумать. И что-то хорошее надумать. Последующие 60 минут это будет контроль 3 плюс 1, если не ошибаюсь. И потом мы будем наблюдать последние полчаса битву в пулю. Так, что мы тут видим? К сожалению, я не могу... А, нет, могу, наверное. Сейчас попробую на доске что-то показывать. Ура! Я ещё и на доске могу что-то показывать. Ну, вообще, не знаю, как насчёт вариантов, но, по крайней мере, какие-то выделять поля и показывать, куда стремятся фигуры, наверное, у меня получится. Позиция очень сложная, оценить я её сразу не могу. на слон, а6, на слон, а6, наверное, так и последует конь битву, а4. Поэтому чёрным надо действовать очень быстро, пока все пешки не упали. Вот, видимо, освободил Владимир поле б4 для слона. Слон б4 где-то хочет пойти. Тут вопрос, менять или не менять ферзей, да? Над которым, наверное, и размышляет Владимир. Видео игроков. Видео игроков. Сейчас получится, как не получилось. А вы не видите видео игроков? Я их вижу. Вроде бы видео видно. Стоп кадры. Ага. Ну, это уже, это уже, видимо, проблема. Сейчас я проверю на трансляции Ческо. Да, вижу, что у меня почему-то оно зависло. Ну, ничего, звук починили. Так было бы очень-очень очень скучно. Сейчас попробуем оживить. Не дают сосредоточиться на шахматной партии. И видео, и счет. Не, ну, счет, в принципе, можно видеть на, вот у краешка доски. Не над фотографиями, потому что фотографии, да, сейчас они с видео соединены, а именно у доски. Давайте пока видео выключим, чтобы не смущать вас. счет 1-1. Сейчас попробуем разобраться, почему же там видео не работает. Да, ну, без видео все-таки не так интересно, но ничего. окей, это не только у нас проблема. Может быть, в перерыве, да, настрою. Ну, давайте пока посмотрим на фотографии. Я буду в вашем видео и аудио, слава богу, тоже. Меня и видно, и слышно. Так, пока я отвлекалась, что произошло? Куда делать ладья? Ладья куда-то делась. Дайте-ка я отмотаю. Так, ферзей не разменяли. Ну, хорошо, у белых король послабее, наверное. И тут ладью мы пожертвовали, ну, точнее, пожертвовали качество, а вторая ладья ишты. Ишты пошла на аш-3. Хитро, очень я люблю такие переводы ладей по горизонтали. Ну что, ферзь е4 это угроза. Слон g4 тоже где-то хочется. А на конце 7 видимо запланировано король d8 с песенкой я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ну ничего, бодренько пока. да, ну, ну, спасибо, но в любом случае мы попытаемся настроить видеокартинку, но это, видимо, уже не моя проблема. Главное, что, по крайней мере, есть звук. И нам не надо читать по губам. Ладья g1 защитил поле g4. На ферзь е4 последует король f2, и слон g4 ход будет невозможен. Ну, но черные пошли слон g4 сразу. Правда, ничем особенно не грозят, потому что на ладья бьет f3 последует ферзь, бьет f3. Слон бьет f3. Ладья g6. Сколько фигур на доске будет, я не знаю. Ну да, поэтому король f2, чтобы после ладья g6 и в g в этом варианте... Кстати, могу я тут двигать, интересно? Ладья f3. Ой, я тут еще не могу двигать. Жалко. Да, нагнетают наши. Ничего. Чтобы обыграть такого шахматиста такого калибра, как Накамура, надо нагнетать, надо создавать напряжение, потому что, если не нагнетать, то он почувствует уверенность и легко победит. А стоит ему занервничать, игра пойдет совсем иначе. Ну что, ладья f3, ферзь f3, слон g4, что это такое? Там два слона. Мне кажется, можно пойти ладья f3. Почему бы не попробовать? Ладья f3. Идея в том, что на ферзь f3... Ой, нет, ладья f3 я хочу. Ферзь f3. Да, не получается у меня тут анализировать. Ладья f3. Хорошо, ферзь f3. Слон h4, шах. Король уходит. Я ем. Да, на c8 поле защищено. Заметьте, вот очень важно, что после слона f3 ладья c8 мат нету. Вот такие ходы. Главное не зевать. Ух ты, смотрите, какой промежуток. Ладья g6, конь d5. Это неожиданно для меня и неожиданно для накамуры. На ладья g1 следует очень симпатичный конь e3 мат. Вот так вот. Знай наших. И получился эншпиль с очень интересным соотношением. Три фигуры за две ладьи. Но король, король белых в такой коробочке. И надо попытаться, да, эту коробочку заколотить. Последним гвоздем сможет стать пешка f. Если белые что-то не придумают. Посмотрите, как слоны контролируют, защищают своего короля и одновременно отрезают короля белых. Можно ли пойти g6? Вот на f3, да, на f3 просто вечный шах. Да, можно ли было пойти g6, чтобы от этого вечного шаха убежать? Ну, Владимир решил, что это too much. И, ну, и свел партию в ничью. Неплохо. Черненькими ничья, беленькими победа. в принципе, неплохой расклад. Так, длинный вариант старандийской защиты с ходом g3, слон g2. Это такой безопасный, как я понимаю, вариант за белых. То есть обычно, когда черные избирают старандийское начало, они надеются, что белые попытаются захватить центр, пространство, начать атаку на ферзевом фланге, ну, а черные тем временем потихонечку, а может, они потихонечку надвинут пешки свои на королевском фланге и начнут контратаку. А когда белые избирают вариант g3, тут понятно, что никакой матовой атаки речи не идет. И игра такая более позиционная. Так, что у нас произошло? Куда делать пешка е? Позвольте, здесь стояла моя пешка. Вот это как-то не очень ожидаемо было. И эту пешку, наверное, все-таки не стоило отдавать. Я небольшой знаток странандийской защиты. Не знаю, что именно надо было делать белым, но кажется, что черные преуспели. У них просто лишняя пешка. Не очень, не очень хорошо удалось белым разыграть дебют. Да, специфика этих матчей, что даже если ты повел в счете и повел в счете крупно, расслабляться нельзя, потому что после 5 плюс 1 следует достаточно длительный отрезок с контролем 3 плюс 1 и потом еще и 30 минут в игре по минуте надо пережить. Даже если ты лидируешь после 5 плюс 1 и 3 плюс 1 с накамурой. Как вы понимаете, 1 плюс 1 это совершенно уникальная игра. это не пуля, потому что все-таки есть вот это плюс 1 добавление, но играть надо быстро и сильно. Два слона у белых и пешки сдвоенные у черных, так что думаю, что оценка этого Эншпиля около равенства, но в Блице не все партии заканчиваются так, как они оцениваются. А4 интересное решение, неожиданное, честно говоря. Но, с другой стороны, если бы белые не пошли А4, А4 пошли бы черные, и пешка на Б3 стала бы слабостью. Поэтому А4 очень интересный ход, тут перед черными стоит дилемма взять на проходе или не брать на проходе, но если они не берут на проходе белые законопатили этот ферзевый фланг, пробраться туда будет тяжело, вообще куда-либо пробраться тяжело. И ничья становится очень вероятным исходом, поэтому, продумав почти 40 секунд, Накамура решает взять на проходе пешку БА, чтобы как-то оставить себе надежду где-то и шанс вскрыть ферзевый фланг непонятно еще где и когда. Конь на Б7 конечно очень плохо расположен, фенкетированный конь, куда он идет? А эта пешка Д5 наоборот отрезает коня от игры. И сейчас эта пешка А5 она слаба. План может заключаться в переводе короля куда-то в район поля Б6 и проведение А4 Вот видимо Накамура пытается сделать что-то подобное побежал король на ферзевый фланг чтобы освободить коня чтобы конь потом через Д8 Ф7 Е5 мог как-то центральнее центр прийти ну а белые соответственно пытаются создать контр-игру на королевском фланге сейчас А5 очень интересный ход подрыв чтобы съесть на Ж6 потом пойти Ж4 Так вот тут АЖ АЖ пешка на Ж6 где-то потенциально провисла но самое главное что эти пешки пока не двигаются их нельзя надвинуть Ф4 коню не дали по черным полям проскочить но он не отчаивается Накамура не отчаивается и куда-то конем бодренько прыгает вопрос только куда пока не видно траекторию полета траектория полета не видна но план план таков король Б6 А4 король А5 и по слабостям по слабостям вот как этому что этому противопоставить это интересный вопрос если король побежит на ферзевый фланг то тут конь со слоном могут вот этим пешкам задать определенные вопросы неприятно стало как-то белым время время есть но можно ли его на что-то использовать как как спастись король Е2 куда пошел король защищать пешку С4 видимо слон С2 наверное хотят белые сыграть после А4 съесть БА король А5 и потом у короля А5 кстати можно слона А3 пойти и постоять слон Е1 торопиться черным абсолютно некуда у белых время обращаем внимание минуты 33 чем меньше времени тем сложнее держать худшие позиции защищаться ой ой да ну ладно позиция из худшей стала проигранная может она и была проиграна но конечно минус 2 пешки это уже это уже тяжело это уже без шансов где же где же что король Д3 вот интересно обратите внимание шел шел проводить план А4 король А5 а тут пока просто подождал и дал белым высказаться белые высказались и потеряли пешку бывает бывает и не такое бывает и не только пешка теряется что что в нашем шахматном мире не бывает ну стоим дальше ну две пешки много не изменилось А4 все равно прорыв А4 рано или поздно он будет осуществлен ну на Камура походит ходов 40 туда-сюда и все равно должен будет как-то прорываться может быть коня в 7 Ж5 да другой прорыв может он вообще передумает короля на королевский фланг вот слона на Б4 чтобы защитить пешку А5 и потом королем обратно-обратно-обратно-обратно Б7 С7 Д7 Е7 H6 H5 только конь на H6 надо его наверное как-то чуточку улучшить думает думает ходить А4 или не ходить стоит или не стоит ну тут есть о чем подумать сразу так на этот вопрос ответить сложно пойти конечно хочется но с другой стороны А4 БА король А5 слон А3 как там прорываться как там на поле Б4 прорваться если бы конечно король мог попасть на поле Б4 тогда да решил Накамура пока не определять ферзевый фланг а побежал королем на королевский как мы и ждали бежит бежит на королевский прибежит и снова подумает может в принципе передумать а кстати есть где-то интересная идея конь Е5 пойти пожертвовать коня конь Е5 ФЕ ФЕ но это так это из области фантастики скорее так король уже рядом мы чувствуем его дыхание но с другой стороны куда он там бежит так вот прибежишь на H3 и получишь мат слон F2 слон F1 какой-нибудь Ж5 хочет провести Накамура я его очень хорошо понимаю но является ли Ж5 панацеей от всего если белые просто стоят сейчас последует Ж5 и мы увидим что произойдет если белые просто ходят слон Е3 хорошо слон Д1 король Ж6 от шахов как говорят еще никто не умирал но черные надо отдать им должное определенного прогресса добились во-первых они выиграли вторую пешку что немаловажно это часто является частью плана реализации материального перевеса еще Капабланко отмечал что делать как реализовывать лишнюю пешку хорошо расставить фигуры и подождать пока соперник земнет вторую ну что делать часто без помощи соперника мы бессильны коня на B6 и A4 где-то нет пока просто подождем а конь G6 может быть был ход сейчас можно вернуться король H6 конь G6 чтоб слоны в 5 конь H4 шах так ну прорвутся прорвутся здесь черные в конце концов если можно прорваться то прорвутся главное в разноцвет не переходить ну флаг то здесь тяжело срубить скорее будет ходить туда-сюда пока белые что-то не зевнут потому что как я уже говорила чем меньше времени тем легче что-то зевнуть так и и мы ждем где-то ход конь G6 интересен не знаю правда нужен ли он слон бьет F5 конь H4 король E4 с или без включения FG FG ух ты это неожиданно потому что конь сейчас этим белым пешком пройдет я не знаю что последовало в случае король E4 здесь ну то есть я догадываюсь но я не уверена G4 сразу или конь F5 G4 но здесь уже белые бессильны жбан уже давно на доске но вопрос был пробьется через этот жбан Накамура или нет пробился видите отстаиваться в худшей позиции против Накамура Накамура не стоит надо идти вперед вот как в третьей партии замечательная партия была очень интересная ярко играл Владимир и мне кажется были шансы даже на победу так ну это совсем классика Миранский вариант славянской защиты старая добрая классика у черных в этом варианте главная главная цель это пойти C5 с ходом B4 или без хода без B4 потому что главной проблемой ну вообще славянских построений является вот этот слон белопольный который в данный момент как мы видим немного упирается в пешку С соответственно когда черные если черные проводят C5 и белые ничего этому противопоставить не могут то черные получают хорошую позицию но опять же вот здесь как мы видим а я думала белые где-то хотят побить и пойти конь D6 но нет план у белых другой был вывести слона на B2 и попытаться задать какие-то черным конкретные вопросы но мат тяжело поставить все-таки веншпиль вот так вот неожиданно достаточно решил Накамура что этот слон хуже своего коллеги так как он будет упираться в эту пешку не знаю именно это я решил Накамура именно так решил или нет конь на C4 хорошо пока стоит опорную такую стояночку занимает ну соответственно белым надо как-то бороться с этими двумя фигурами или коня выбивать или пойти CD и попытаться разменять своего слона слона F6 по крайней мере это то что в первую очередь напрашивается первый план избрал Владимир решил коня атаковать коня 5 интересное такое решение коня 5 меняться не будем со слабыми не меняемся сказал Накамура ну искусство размена это великое искусство в шахматах у сильных шахматистов с каждым разменом позиция улучшается а у слабых почему-то наоборот поля слабые C4 D5 ну как слабый конь туда придет например на D5 но его легко будет выгнать при желании пойти где-то E4 все-таки вот эта пешка она может быть и силой и слабостью и поле C6 оно тоже слабое то есть если я например сейчас пойду Cd то конь C6 последует скорее всего поэтому этот конь он так как кость в горле нужно ладья D5 сыграть чтобы эту кость как-то попытаться выговорить и вот по этим пешкам слабым они тоже слабые правильно ход GF вообще размен ферзей все замечательно но он тоже создал слабости определенные белым поэтому ладья D5 ну немного ослабляем линию C конечно ходом ладья D5 но зато создаем какое-то тактическое напряжение вот вот согласился согласился со мной шахматист играющий черными потому что очень уж хочется этого коня как-то попросить вежливо или не очень вежливо вообще вежливость в шахматах она не всегда нужна ладья D5 и задумался на Камура что делать с этим конем если убирать обратно ну это может быть это кстати самое лучшее решение да конь C4 я хотела сказать признать свою неправоту но с другой стороны попробовал не получилось вернулись конь C4 все-таки черным очень бы хотелось вот как-то разменяться да пойти CD но после CD конь бьет B6 эти пешки совсем слабыми станут поэтому держим напряжение F6 форточка и заодно короля где-то поближе к центру готовим выход короля выход его величества так как все-таки на доске Эншпиль многофигурный пока но Эншпиль и роль короля как мы знаем в Эншпиле растет на глазах короли становятся из статистов превращаются в главных действующих лиц владиат D7 на C7 хочет где-то наверное перейти и все-таки создать угрозу конь C4 и потом Cd нет проблем наверное у черных таких серьезных при хорошей игре должны они сделать ничью ну да игра должна быть хорошая потому что все-таки вот этот узел он еще не развязан что с этой пешкой вот сейчас например конь бьет B6 AB D5 меня интересует что там такое нет решил сам развязать этот угол узел на камура ну а тут хочется играть конь C4 C4 Ладья C4 Ладья C5 но там наверное последует Ладья C5 Ладья C5 Ладья D7 мне кажется мне кажется у черных достаточная там контригра после Ладья C2 была бы или Ладья A5 ну нет Ладья B5 сыграли сыграли черные и на конь B6 что последует на конь B6 размен вряд ли размен все-таки потому что очень уж слабые пешки будут B без ладей не хочется наверное просто B последует и черные говорят что да пешки у меня слабые но зато линия C под контролем а если белые побьют Ладью тогда уже после B C эти пешки улучшатся ну тут да тут очень конкретная позиция то есть так на глазок если бы все удалось развязать и тогда в порядке были бы но здесь зависит вот еще несколько ходов будь сейчас ход черных и конь C4 или конь D5 да бы следовало поэтому кажется что все хорошо и вот этот контроль над линией C он должен оберегать оберегать черных от каких-либо проблем вот B5 например да куда вот владейник ну а все владейники нечейные как мы знаем но по крайней мере владейники с равным количеством материала ладья C2 предлагаю не откладывать вторжение не нравится ладья 8 мне ход несколько пассивный ну может быть тоже неплохой но как-то слишком пассивно потому что сейчас на ладья А7 последует ладья B6 ладья А2 ладья А2 ладья большие не надо отходить с открытых линий если есть возможность веншпеле сделать активный ход почему не сделать мне кажется ладья C2 здесь было правильным решением я могу ошибаться вообще комментаторы часто ошибаются мы все такие умные когда смотрим а когда играем почему-то совершаем ошибки ну и вот что сейчас делать ладья А8 неудачное решение как не влезть ладью на обжорный ряд иногда гроссмейстеры совершают такие ошибки ну удивительные потому что да с детства с детства нам говорят о важности обжорного ряда 2 и 7 горизонтали и рука иногда сама должна ставить ладью да на 7 горизонталь ну а тут что получается тут у нас получается такой хитрый эншпиль классический да классический эншпиль с лишней пешкой на одном фланге но пешка это B что играет на руку сильнейшей стороне почему потому что часто часто план игры на победу заключается в том чтобы привести короля поближе к пешке провести пешку в ферзи а за это время естественно черные не просто стоят а пытаются создать контригру на королевском фланге и король с линией B он чуть ближе находится чем на B8 чем на A8 и вот этот темп он играет часто важную роль так что-то очень много интересного произошло пока я рассказываю про теорию последовал ход G5 бодрый но зевнули да зевнули черные создание второй проходной пешки видимо после этого позиция сразу стала проигранной по крайней мере Владимир не захотел даже смотреть проверять технику на Камура поверил ему на слово хотя надо играть до конца G5 ну как что за G5 опять же в этих эншпилях ладейниках защищающая сторона должна как можно активнее играть на королевском фланге потому что как я уже сказала план победы заключается в том чтобы привести короля к лишней пешке и попытаться эту пешку провести так защита Рогозина ферзь А4 конь С6 вариант очень сейчас популярный то есть все бы у черных было бы замечательно если бы вот нет некоторая неуклюжесть коня на С6 приходится придется как-то его терять время тратить время на то чтобы конь занял в итоге более гармоничную позицию ну это я все уверена теория большая вообще сейчас в шахматах современных есть трудно найти темные пятна на солнце с тремя нулями вот такой интересный вариант так 3,5 на 3,5 на полтора счет давайте посмотрим пока играют не вернулась ли к нам картинка не так и не вернулась жаль но ничего в перерыве попробуем попробуем уговорить ее уговорить ее вернуться не хочет ладно продолжим смотреть на меня и на фотографии игроков ну какие-то очки Владимир уже набрал победу одержал ничью очень боевую сделал но навязать равную борьбу это конечно сложно против шахматиста такого класса как накамура причем в шахматах онлайн все-таки когда играешь один на один в живые шахматы это совсем другое чем когда ты просто сидишь дома и перед экраном пытаешься на экране что-то фигурки передвигать накамура выиграл вырос на этих онлайн шахматах и количество партий которые он сыграл в жизни онлайн наверное шестизначными цифрами в сказки мы верим правильно будем будем пока просто смотреть и переживать от партии к партии к тому же блиц такая штука тем более блиц онлайн встал сегодня не выспался и игра не пошла и все тут уже наладить что-то тяжело так если мы вернемся к позиции с партией ну какие красавцы слоны давайте не будем портить портить картину какими-то конкретными вариантами слоны это красавцы недаром накамура согласен отдать пешку на h7 только бы белые разменяли одного из своих слонов проблема в том что вот это поле блокадное оно под прицелом черных фигур и что белые хотят на конь e4 наверное слон e5 да пойти возможно возможно и после f6 что-то еще сделать ну посмотрим потому что конь e4 конечно тоже очень-очень хочется пойти так сколько нам еще играть играть еще шахматистам 35 минут я наблюдаю смотрю краем глаза ой прошу прощения наблюдаю за краем краем глаза за онклоязычной трансляции там картинка работает видео работает таймер работает и можно увидеть что 35 минут еще в этом сегменте ну g4 это замечательно конечно но проблема в том что да ладья d3 следует считаться после g4 с ходом ладья d3 все-таки вот эти фигуры они хорошо стояли но очень уж их много на этой диагонали а6 не торопится провоцирует ну g4 рано или поздно а3 белые тоже не поддаются на провокации хотя мне конечно вот этот ход уже не нравится король а1 и а3 сочетание ходов мне не очень нравится потому что очень много слабостей создали белые ну и к тому же позицию не усилили потеряли время но с другой стороны конь b4 да защитились от конь b4 ну хорошо сейчас слон c1 в домик и потом e4 попытаться провести но видите ход а3 поле b3 и вся диагональ d1 a4 она ослаблена соответственно перевод коня на b6 с идеей сыграть слон a4 задает белым вопросом и b3 уже не пойдешь потому что пешка на а3 провисает вот это проблема с пешечными ходами часто неаккуратный ход создает целый комплекс слабых полей поэтому мы говорим что пешки назад не ходят и надо двигать их аккуратно поэтому ход а3 мне несколько не понравился вообще план а3 король король а1 так за комплименты спасибо а сегодня еще кстати после этого матча будет title tuesday я еще не решила буду ли я его стримить на своем канале или просто просто поиграю в шахматы иногда очень тяжело ну по крайней мере мне одновременно стримить и играть в шахматы так для тех кто не подписан на канал мой милости просим но пока мы здесь и завтра мы будем здесь также в 7 вечера и а послезавтра вас вообще ждет такой шикарный шахматный вечер послезавтра будут играть два матча будет играться и очень-очень интересно сначала Ливон Аронян сразится с Алирезой Фируджой не знаю склоняется его фамилия нет я его Алешей называю 3 октября в 17.00 а потом 3 октября в 20.30 да вновь потерпел поражение Владимир Добров Влад Артемьев сыграет с Александром Грещуком завтра я снова для вас с 19.00 комментирую матч Мамедиаров Веслисо Шахриар Мамедиаров Веслисо а 3 октября я буду комментировать матч Влад Артемьев Александр Грещук не знаю кто будет комментировать матч в 17.00 но в любом случае вот такая вот интересная шахматная онлайн неделя ну а потом а потом в октябре сейчас во-первых заканчивается Кубок Мира потом начнется Гранд Свист большая швейцарка на Айл оф Мене ну и онлайн будут параллельно игросмейстеры играть и проходить все дальше потому что это только первый раунд второй раунд будет еще интересней так что у нас английская такая симметричная английская черные даже более агрессивно его разыграли пешку Е5 поставили захватили центр и вот сейчас она такой пытаются создать атаку на королевском фланге почти как страндийка да с переменной цвета ну а белые в свою очередь нагнетают на Ферзевом конечно и у Яны непомнящего и у Александра Грещука есть очень хорошие шансы чтобы выйти в турнир претендентов они оба хорошо играют в серии гран-при еще насколько я понимаю два этапа в ноябре и в декабре к тому же у нас в мужском кандидатском турнире есть еще одно место wild card от организаторов а так как турнир пройдет в марте следующего года в Екатеринбурге то можно ожидать что это будет россиянин но одно важное но этот wild card не может достаться кому угодно обладатель номинант wild card он должен по среднему рейтингу за 12 месяцев быть в топ 10 в первой десятке я посмотрела сейчас на новом сайте фиде кстати много хорошего много плохого ну то есть обновлен сайт мне несколько непривычно но что хорошо что в рейтинг листе там рядом с фамилией игрока стоит средний рейтинг за 12 месяцев и опять же и Ян непомнящий и Александр Грещук они пока у Яна у Яна средний средний рейтинг за 12 месяцев он 7 место занимает топ 7 а Александр Грещук 9 так что если кто-то из них не выйдет путем гран-при то у них есть хороший хороший шанс быть номинированным ну еще гран-свиз Александр Грещук там играет не уверена про Яна играет ли Ян там может быть нет ну Корякину чтобы достался wildcard насколько я понимаю надо потрудиться потому что пока он в топ 10 не входит он 15 в мире по среднему рейтингу за год опять же я не уверена какие месяцы будут брать средний рейтинг за какие месяцы я точно правила не читаю но отбор в турнир претендентов идет полным ходом и сегодня Аниш Гири отказался от выступления в Швейцарке большой шум большой швейцарке большой шум по этому поводу так как согласно контракту который он подписал он вроде как не имеет права отказываться без уважительной причины причина у него была более чем уважительная он увидел что Дин Клирент прошел финал соответственно Дин Клирент сейчас выходит в кандидатский турнир не по рейтингу а из финала Кубка мира и у Гири повышается шанс выйти по среднему рейтингу в кандидатский в общем счет не только шахматных вариантов идет ну а мы смотрим матч Хикару Накамура Владимир Добров наблюдаем за этим матчем ну пока не очень хорошо складываются дела у Владимира проигрывает он полтора на четыре с половиной но в принципе и ожидалось что Накамура будет доминировать в этом матче но конечно мы хотим увидеть еще победы Владимира он одержал победу во второй партии потом была очень яркая третья партия где он сыграл в ничью ну и сейчас последовала серия таких нулей но ничего главное не опускать руки и бороться главное не смириться внутри себя не сказать ну да так оно и должно быть в принципе сделать все ничьи в турнире претендентов это очень даже неплохо поживем увидим много всего интересного интересных турниров в шахматном мире и онлайн турниров и на разных сайтах так что жизнь кипит шахматная и не останавливается через три дня закончится кубок мира сразу же начнется большая швейцарка где победитель будет только один уникальный турнир конечно победить в таком пройти через сито такого отбора будет очень интересный турнир потом в конце октября если пройтись по календарю командные чемпионаты Европы будут тем кто следит за командными шахматами тоже будет очень интересно в ноябре гран-при один из этапов гран-при сейчас я я путаю он в Гамбурге да? кажется в Гамбурге в ноябре в Гамбурге а в декабре в Израиле сейчас проверю да с 4 по 18 ноября в Гамбурге потом Еврокубки потом уже женский начинается гран-при и мужской гран-при практически одновременно так что много всего интересного так что-то Владимир недоволен я как раз включила видеокартинку что-то там что-то зевнул да? ну бывает что все было неплохо зевнул ход ладья в 4 ну наверное не стоило его зевать хотя какая-то борьба продолжается но пешка была нужна вот так вот в домик опять два слона правда опять два слона у Владимира да вообще мы не в качестве не в Владе играем а в слонов постараемся настроить картинку что-то зависло и во время перерыва ко второй части матча постараемся настроить видеокартинку потому что сейчас я конечно включить могу но у меня это видеокартинка скорее фотография чем видео ну будем верить лучше хоть звук работает после сложного в техническом плане начала мы по крайней мере настроили звук завтра верю будет еще лучше ну что надвинулись белые серьезно да аж 6 хочет не шутит король в коробочке в углу тяжело тяжело здесь черным у них свой козырь а именно пешка d3 но боюсь что так что-то соперники не считают ладей ладей больше ладей меньше это все все глупости правильно так ну у нас появились шансы как мне кажется количество ладей сравнялось а слоны как было два как было две штуки так и осталось сейчас мат на g7 главное где-то не зевнуть и все в порядке будет так хорошо мы уже давно не стояли в этой партии f6 ну хорошо угрожает мат в один ход но мы на провокации не поддаемся от мата защищаемся хорошо что ферзь g7 мат не ставят это приятно всегда как как подобраться ближе но сейчас на слон f6 есть ли ход ладья d3 да вот у меня такой вопрос он есть безусловно но страшен ли он ферзь 1 шаг во-первых есть если сразу не умереть от страха да и эншпиль тоже не кажется таким уж ну совсем безнадежным что ли после ферзи e5 так как разноцвет на доске шансы есть ну вот сейчас например да этот эншпиль мне кажется ничейный тем более падает пешка h6 ну все на доске ничья ну конечно игра будет продолжаться но тем не менее худшее черные могут практически вздохнуть с облегчением понятно что не безошибочная партия тяжело требовать от шахматистов очень высокого уровня в игре онлайн по минуте причем в игре столь продолжительной по времени потому что ну просто физически тяжело глаза устают глаза устают ты моргаешь оп минус ладья пока пока моргал ладей не стало ну ничья ничья хикару отклонил ничью ну хикару ну дает ладно не будем хикару обзывать просто человек очень-очень любит шахматы правильно шансы есть всегда надо их просто выискивать короля давайте короля подтащим владимир тащи короля в центр слон король придет куда-нибудь поцентральнее ну в принципе совсем наверное проблем нету но так их главное где-то не зевнуть там ладья же 6 король же 3 какие-нибудь конструкции матовые знаем мы этого хикару сейчас начнет мышкой по экрану двигать так главное главное по времени не отпускать я бы слон е5 пошла и ладья е7 но владимир не захотел снимать снимать контроль с пешки б6 по-хорошему даже без пешки аж вот если например мы пойдем аж 4 король аж 3 ааа флаг упал ай-яй молодя ты че а мышкой забыл забыл по времени судя по реакции ну ребят ну нельзя так спать спать нельзя спать нельзя володя проснись и пой ой-ой так что у нас получилось сейчас ферзевый гамбит старый добрый ферзевый с ходом слона в 4 ну хорошо белые по центру черные по центру да тут видите онлайн тут главное не терять концентрацию мышка двигать быстро хикару он в этом плане большой специалист мышки подвигать по доске со скоростью молниеносной поэтому по минуте будет совсем тяжело но тут-то 5 плюс 1 да и веншпиль вроде бы казалось запасы по позиции и по времени имелся ну ну мы ждем отлично b4 c5 не дали черным ну сейчас надо настраивать пушки надо настраивать ферзь c2 слон b1 и мат на h7 кто за то чтобы поставить мат на h7 поднимите руку ну добавление одна секунда одна один секунд добавление один это вздох и все даже когда играешь ну правда на обычной реальной доске с контролем 3 плюс 2 там тоже только задумаешься флаг падает тебе кажется что добавляется добавляется добавляют секунду а потом раз отвлекся уже так такой хук слева последовал по центру черные пытаются белые захватили центр а черные пытаются уатаковать ну все логично на атаку в центре отвечаем ударом по флангу в общем все как учили так пешка а и слабость и где-то потенциальный ферзь до поля а1 осталось совсем немного немного времени осталось так что 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 происходит какие-то поддавки пошли прошу прощения ну причем на камура так нет ну он сдался а он просто забыл опять же посмотрела на выражение лица просто забыл про слана бодова бывает бывает ничего страшного ну вот вторая победа одержана надо сейчас закрепить успех немного усыплен был хикару победой в предыдущем эндшпиле смаковал свою технику и вот тут вот последовало последовал такой зевок так что это такое какой-то рейти который перешел в сицилианку какую-то с b3 что-то очень свежее свежее на доске свежесть сплошная но как-то неудачно мне кажется черные трактуют просто эти пешки они навсегда навсегда останутся здесь но ферзь d5 очень хочется пойти тогда последует ли конь c3 тогда сейчас мы узнаем да последовало конь c3 я отгадываю ходы очень хорошо так ждем ждем решения владимира потому что если съесть ферзя может быть ничего страшного не будет в этом эндшпиле ну да эти пешки слабы но с другой стороны после ферзи в 3gf эти пешки будут слабы кто знает чьи пешки будут слабее мне непонятно а если еще успеть поставить заслончик против этого слона вообще может быть все хорошо ну конечно пешка c5 она такая потенциальная очень-очень слабая потому что белые пойдут d3 этот конь a4 и слон a3 ну или конь e4 и что делать нам с этой пешкой а может ничего не делать отдать ее правильно вот слон e6 вот слон d5 хотелось но c4 не дает хикару пойти пойти слон d5 и его можно понять падет падет эта пешка слоны туповаты позиция закрытая соответственно конь здесь чуть лучше себя чувствует потому что этот слон стоит этот слон смотрит на пешке но вот пытается пытается владимир именно поэтому так как у него опять два слона заметьте у владимира в каждой партии два слона вне зависимости от структуры пытается он вскрыть позицию чтобы этот слон смог как-то задышать а ну тут уже после мне кажется этого размена а что случилось тут мне кажется вообще у черных никаких проблем не должно быть опять разноцвет но если только владимир не задумается не уронит флаг ну короля надо короля в 7 владя d8 да вот есть слабость можно попытаться как-то не дать пойти b5 да владя b8 пока мне все понятно что происходит это уже хорошо а эти пешки то они тоже проходные у них тоже есть какой-то творческий потенциал правильно правильно так слон е6 направлен против хода d4 чтобы как раз вот этот потенциал белых не пошел вперед не перешел в движение пытаются черные заблокировать таким образом пешечный центр белых пешечную фалангу ну а свою надо сейчас как-то пытаться пытаться двигать ну хорошо владя е8 вот h6 главное не забывать про свои козыри g5 отлично отлично наши побежали команда в полосатых купальниках ну может пойти король же 6 владя е1 слон f7 попытаться разменять ладьи все ладьи смахнем точно не проиграем времени еще много блиц конь сильнее ну да конь прыгает но все зависит от позиции все-таки так очень интересно поле d6 видите такое опорное поле для слона и сейчас да будет пытаться как-то d5 или b5 прорваться d4 и вот тут вопрос успеют ли черные создать контр игру таким образом косвенная защита на b5 например хотят пойти наверное cb чтоб на d5 владя d6 ну там черные проигрывают правда после ed король е5 d7 пешка проходит поэтому поэтому скорее всего не это замышляют черные а они просто е6 на самом деле поле защитили h4 чтобы на король g4 иметь слон е6 шах все я поняла я понял ничего идем дальше с песней бодро ходить g4 нет или слон d5 пойти какой ход вы бы сделали так владимир сказал слон d5 хорошо понимаю очень приятно наблюдать за этим слоном ну g4 вперед с песней нет ну ладно профилактика держит под контролем говорит g4 от меня не уйдет там но хотелось конечно пойти но ничего шансы еще предоставиться я верю но g4 g4 почему не g4 владя h8 король g5 защитили пешку надо ходить g4 надо нагнетать давай двигай вперед чем пешки дальше тем они опаснее правильно да я думала про ход владя бьет d5 ну ну и что g4 владя d5 съела у меня что же там какая-то контригра интересно не знаю так долго-долго думал 35 секунд и все-таки сыграл сыграл g4 может быть верю что что-нибудь было бы на g4 яркое но в принципе позиция не сильно изменилась сейчас на слон d5 снова есть ход b5 и снова какие-то такие идеи тут белым тоже можно ходить неаккуратно и все и где-то так король e3 вот так вот будет пешки держать значит так да очень интересно как он их собирается держать но он говорит что они все равно не пройдут на g2 они будут заблокированы после g2 король f2 по черным полям как-то заблокирует ну хорошо ну 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 блокируй давай короля вести король вперед король g5 нет пока ладя h7 хорошо где-то подумывает сыграть h3 h2 понимаю есть такая идея но наш-то опаснее пешки черных белым придется отдать фигуру рано или поздно главное чтобы это было раньше ну или в такой ситуации так сейчас эти побегут страшное дело но отошли да потому что на d5 все-таки слон на e5 под боем ну не знаю вот слон c6 он как-то под ладя d6 немножко я бы куда-нибудь на b7 пошла чтобы он не провисал на b7 он бы был под защитой ладя h7 а тут что темп потеряли кажется эх темпы в шахматах очень важны очень важны шахматы в шахматах темпы слон e8 вот это мне совсем не нравится перевод слона с длинной с большой диагонали на на поле e8 это как-то тревожный звоночек ладя f6 наверное сейчас белый дадут шах король g4 c6 правильно король g5 ну ладно чтоб ладью держась под контролем чтоб на c7 где-то последовать могло ладья бьет c7 хорошо ну и h3 да создал идею то есть на g3 на f6 даже g3 брать нельзя ладья на f6 подбоя так а вот это мне нравится и что сейчас на комор не зевнул ли хикару вот этот прорыв потому что как мы знаем две пешки на третий связанные да они довольно качают головой хикару зевнул аж 3 очень хорошо я к тому что у черных появляются шансы сыграть эту партию в ничью да ну потому что ладья c7 я думаю просто приводит партию к ничьей после слон бьет c7 а нельзя ли пойти ладья c7 слон c7 h2 слон c7 и h2 вот стой стой не успела сообразить почему нельзя было очень интересный вопрос там конечно слон d8 разные всякие нехорошие а вдруг было бы можно чтобы последовало чтобы последовало на h2 здесь кто мне может объяснить не ну так-то не чая понимаю но ладно я потом посмотрю вам расскажу ну тут будем тоже а тут у черных шансы вообще хорошие шансы на победу тут же штанишки штанишки b4 можно усилить позицию а потом подорвать b4 ходи ходи b4 ай не торопится а ну правильно b4 король бы все равно успевал поле a1 черного цвета так что можно еще походить но на оценку позиции это наверное не повлияет пошел все-таки слона выиграет но но не более того да это позиция ничейная потому что король на a1 стоит ну и слон ходит туда-сюда максимум что черные могут это выиграть этого слона слона белых но тут главное да ничего не предлагать долго потому что флаг упадет чпок-чпок ну давай ничего отлично ничья так а сколько времени осталось 6 минут это будет последняя партия с контролем 5 плюс 1 да флаг тут пока ничью предлагаешь пока ничью предлагаешь чат видим так что вы пишите ух ты знаю наших как это называется гамбит у кого стаунтона нет в голландской защите давненько я не играла этот этот вариант да стаунтона гамбит память еще не отказывает но это старый добрый вариант в детстве я как-то играла конца 3 да так и играла помню у меня было несколько партий я какие-то варианты сама смотрела белыми анализировала да можно можно было и пад поставить что у нас теория наверное пешек поровну начнем с этого фигур тоже замечательно главное не зевнуть ферзь а5 как я понимаю там с каким-нибудь двойным или тройным ударом соответственно поле а2 надо помнить о нем потому что я хотела предложить ход ферзь а5 но поняла что на это последует какой-то такой вот ферзь а5 и вот эти ребята они все-таки вот так вот хорошо стоят развиваться надо так так нет не отгадываю хорошо что-то я не понял не знаю что последовало бы на ферзь а5 все-таки ладья подвоем может какой-то спокойный охладнокровный ладья д1 ферзь а2 ферзь а7 может быть ладно оставим это на совести игроков может лон д6 еще сильнее потому что здесь мат после ферзь а7 ферзь е1 мат да развиваться надо это правда пока детство не закончилось развиваться надо ну кони в 3 позиция белых мне кажется улучшается потому что вот этот товарищ он там еще надолго вот сейчас главное главное не дать черным времени сыграть b6 слон b7 как-то их поддевать терроризировать слон c4 да ловуха ловушка не попал на камуру в ловушку так а здесь самому главное не попасть где-то после b6 где-то не съесть на f6 и не зевнуть промежуток слона в 4 тычки такие тактические все-таки у черных два слона пешка d7 слабая можно пойти можно уйти из-под шаха пойти король b1 нет конь c3 решил ну хорошо ладья поглядывает на пешечку пока все очень даже неплохо у белых насколько хорошо я не знаю а добров он отобрался каким-то образом там был турнир отборочный я знаю что был отборочный турнир говоря я так как играла без остановки в шахматы сама с мая по конец сентября то не очень следила за всей этой онлайн суетой но владимир где-то очень успешно выступил и отобрался насколько я понимаю в этот турнир можно было отобраться там не много способов отобраться в этот турнир там в основном приглашают видных деятелей шахматного мира но есть три или четыре места одна победительница женского чемпионата и плюс еще три или четыре места из отборочных турниров да собираюсь играть в title Tuesday но не знаю буду ли я стримить хватит ли у меня сил не усну ли я ну давайте пока посмотрим во сколько этот турнир закончится потому что title Tuesday начинается в 11 по Москве если я не ошибаюсь этот матч должен закончиться где-то в пол 11 соответственно я перепрыгну с одного канала на другой если успею и захочу может быть просто захочу в тишине в тишине подвигать фигурки так что-то как-то кони белые децентрализовались ну ничего нато вызвали g6 где-то ослабление ф6 a5 d7 слабости есть это хорошо когда есть слабости вот особенно когда их несколько их очень тяжело защищать даже на камуре слон c6 нет слон c6 красиво но бестолково потому что последует dc конь c6 ладью я выиграю но за 2 фигуры все-таки не стоит не стоит горячиться конь e4 надо как-то коней немного конь b3 мне нравится ход обратно съел пешку и в домик перевод коня на c5 да или одного или другого очень хочется поставить на c5 поле c5 оно такое аппетитное конь b3 кто за конь b3 думает зачем черные отдали пешку опять это хороший вопрос потому что у них две пешки висела висела пешка на d7 висела пешка на a5 это проблема слабости одну слабость они защитили другая упала как-то недооценил фикару вот конь d2 надо было коня на g3 оставить ой ух ты ничего себе тактика тактика слон e2 ладья e1 круто да вижу тактику конь b3 слон f2 пазл раш слон a6 ладья a6 конь d7 а поле c5 под контролем не получилось так что-то у нас тут не получилось когда в blitz начинаешь играть слишком красиво часто часто такое получается что путаешься оп была лишняя пешка ее не стало все-таки надо признать что конь на g3 лучше бы коня с a5 на c5 тогда перевел перевели бы белые но сейчас вновь какая-то какая-то эншпильная заварушка ладья e2 срочно нет не хочет ну ладно не буду настаивать а я бы не менялась а хотелось коня конь b6 конь d5 перевести но там опять же этот слон он все под контролем держит так ну ладно и что у нас тут у нас тут какой-то боевик намечается вновь будут пешки бежать на разных флангах умеют эти шахматисты создать много из ничего ярко играют ну c4 я считаю что надо их двигать что останавливает что-то останавливает решил что важнее короля на d3 отрезать дорогу черному королю не захотел не захотел что-то конь d2 король e3 ну не знаю пока пока не совсем понимаю действия белых ой действия черных правда тоже я я чувствую я на высоте не отгадываю ходы ни белых ни черных отлично отлично хорошо сижу так у белых пешки не пошли но черных сейчас пойдут да пассивно нельзя так туда король побежит корлуша нет видите не отгадываю направление игры ну хорошо король c3 конь h2 сейчас вернется давай возвращайся признай свою ошибку ну ты же понял что ты неправильно сыграл не могу отгадать вариант такой конь h2 g3 конь f3 h3 конь e3 очень неожиданно потому что после слона e3 король e3 как мы оцениваем этот пешечник h3 съел съел король f2 король c2 b6 d4 b7 d3 b8 ферзь проиграли проиграли хорошо съел съел d4 пошел король f2 король c2 b6 d3 b7 d2 так ну там ничья как нам выиграть возможно ли выиграть h3 h3 конь d5 я думала что конь d5 следует а конь d5 король d4 да поле h то у нас как к нему прорваться вот так все draw maybe chess is a draw сыграли король очень быстро думает я даже не собираюсь конкурировать с этим шахматистом скорости мышления это кстати природный талант вы можете много чему научиться в шахматах о чем думает хикару а ну это последняя партия на самом деле много чему можете научиться но вот скорость мышления это природный талант если природой вам не дано соображать быстро натренировать мне кажется эту скорость невозможно так ну хикару просто пошел отдыхать потому что время закончилось ну ничего я считаю что владимир достаточно достойно эту часть матча отыграл 6.5 на 3.5 так а может быть хикару просто ушел и ну и соответственно флаг-то у него упадет а если флаг упадет у белых выиграно пешки у нас есть так что-то там у владимира молоток классно жалко что у нас нету видео очень жалко сейчас буду пытаться настроить так ну что игра игра продолжается позвольте я не буду комментировать эту сложную игру ничья так небольшой перерыв и минут через 5-6 мы вернемся я вернусь игроки вернутся и попробуем настроить видео чтобы видно было игроков так что до скорых до скорого отдыхаем до скорых Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да, видите, вот так вот покомментируешь, покомментируешь все, а потом сам окажешься онлайн игроком. Что у нас происходит? Начнем с того, что была разыграна защита каракан. О, ничего себе, просто-напросто мой вариант. Ну почему он уже такой же? Я играла его сейчас на гран-при. Не хотят. Ладно, ладно, проехали, дебют пройден давно. Так, это у нас начался вот так, вот в прямом смысле, настоящим молотком размахивал. Если вы меня еще немного подождете, я думаю, я смогу обнаглеть и добавить время. Сейчас. Но я уже научилась не прерывать стрим, когда я манипулирую. Меня только что научили не прерывать стрим. Это очень хорошо. Хорошо, соответственно, я могу попытаться добавить панельку со временем, чтобы мы вообще, у нас вообще все было хорошо. Так, сейчас, секундочку. Панель. Панель времени. Так. И вы все видите, замечательно. Я просто не знала, что так можно. Можно не прерывать стрим, чтобы вы меня видели, слышали. И еще и процесс налаживать. Век живи, век учись. Так, что там произошло? Хикар выиграл. Ну, так вот всегда. Так нельзя. Я ж тут это... Пока налаживаю процесс, тут уже и матч закончится. Сейчас. Но в любом случае, сейчас нас ожидает... Это было 90 минут, сейчас у нас целый час счастья. По 3 минуты плюс 1 секунда. И я хочу, чтобы это временное счастье, то есть время, сколько нам времени осталось, это было видно. Сейчас я тут... Пока мне не до шахмат, как вы понимаете. Я тут панели вырезаю. Аппликацией занимаюсь. Так, а что это? Эй. Ну, ладно, если 2 раза будет. Все замечательно, только почему-то у меня куда-то делся бэкграунд. Сообщается, что матч... У матча был равный счет. Очень хорошо. Сейчас мне только осталось найти бэкграунд мой. Куда он ушел? Куда он уехал? Вот. Сейчас, а то я тут все настрою. Понятно, я тут все надвигала. Так что ничего уже не видно. Но мы верим в лучшее. И верим в мои способности. Аналитические. Так, сейчас, господа. Раз уж я занялась этим вырезанием. Аппликация мне с детства не давалась. Ставили. Учителя мне плохие отметки за аппликацию в детстве. Главное, не бросайте меня в этот тяжелый момент. Так. 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 Сейчас. Почти. We're almost there. Так. Не могу это время. Не хочет она у меня занимать правильное место. Не знает, где его место. Как ему показать, где его место? В общем, будет немного кривовато. Но зато со временем. Потому что иначе я буду... Что-то недоволен за то, Владимир. Так. Где оно? Конечно. Я думаю, любой шахматист бывает доволен. Когда он выигрывает. Получается у меня идеально настроить. Тут главное, чтобы... Какие-то у меня серые полосы. Сейчас. Сейчас все будет. Хочу настроить идеально. Идеально почему-то не получается. Ладно. Обещаю, что к завтрашнему дню все будет намного лучше. Не знаю, каким образом, но каким-то образом это будет лучше. Хорошо, что шахматисты пока играют по 3 минуты. Я тут все двигаю, пока они играют по 3 минуты. Почти. Я чувствую, что я где-то рядом. Так, ну ладно. Что-то получилось. Надеюсь, что... Ой, совсем не то получилось. Настроила. Зато время идет. Ладно. Придется мне прервать видео игроков. У меня какой-то серый экран появился. И я его никак не могу убрать. Что мне с этим экраном делать, я тоже не знаю. Прошу прощения. Сплошные технические неполадки. Давайте шахматы. Да, видите, у меня лучше получалось шахматы, чем с этими техническими штучками возиться. Ну как сейчас я уже могу бросить? Я уже почти видео настроила. Надо было это в перерыве делать. Так, а вот. Зато Володя выиграл. Отлично. Очень хорошо. Не получается у меня сейчас совсем ничего. Сложные дебюты играют. Интересно. Я тут все двигаю. Ладно. Не получается. Не увидели реакцию Наки. Видишь, что-то пропустили. Я тут все попортила. У меня так хорошо получалось. Я уже там какие-то все повырезала. Все хорошо. И тут раз испортился. Сейчас. Секундочку. Все будет. Я все-таки не теряю веры в лучшее. А может быть, пока я настраиваю этот бэкграунд, Володя как раз и выиграет. Еще пару партий. Еще сравняется. А ты недоволен, Володя? Лица? Такая лица проблема в том, что я так напортила все, что у меня лица как раз я не могу сделать. Я их как раз и испортила. Все, все. Кажется, уже чуть-чуть получше. Сейчас. Все. Кажется, я все настроила. Конечно, в это не поверите, пока я все не верну. Ну и правильно сделаете. Так. Возвращаю. Ба-ба-бам. Получилось? Так. Уже почти идеально. Смотрите. Зачем я сдался? Я пропустила этот момент. Этот важный момент. Так. У нас время идет. У нас лица видны. И еще немножко, и будет у нас счастье. Я вернусь, я буду с вами. Просто очень хочется, чтобы картинка была идеальной. У меня чуть-чуть что-то не получается. А когда я начинаю это чуть-чуть исправлять, то... То что-то не сходится. Но зато Володя, смотрите, как он недоволен. Намного интереснее наблюдать, когда есть видеокартинка. Все-таки эмоции иногда и шахматисты не могут скрыть. Зевать стал, да? Коня в два. Классический. Классический удар. Все, все, я с вами. Я вернулась, мы вместе. Поплыл. Ну что делать? Тяжело. В какой-то момент плывешь. Манипуляции надо прекращать. Так. Вернемся, 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 вернемся. Вернемся. К шахматам. Но тут как-то очень быстро. Очень быстро. Много поражений подряд. Правильно? Сицилианка. Слон Б5, Е6. Вариант Рассалима. Так вот, черные, интересно. Коней располагают. Здесь такая ежистая позиция. Ну, белые, как мы понимаем, где-то подумывают сыграть конь Д5, где-то конь Б5. Вот таким вот образом черные этих мотивов белых лишают. Вообще, размен пары коней обычно в таких структурах на руку черным, потому что структура крепкая, структура ежа. Но достаточно мало места там, только три горизонтали. Соответственно, чем меньше фигур, тем больше возможностей. Что пропустили? Что произошло? Я бы сама хотела знать, что произошло. Зевнул. В последней партии зевнул Владимир Конев. Два, удар. А тактика, она такая вещь. Только отвернулся, получил удар. Не нравится позиция Владимиру, как можно видеть по выражению его лица. А может быть, я ошибаюсь. Конь Ф4. Может быть, ему очень все нравится. Белые подготовили взять на Ф4 и сыграть Е5. Что сделают черные в этом вопрос? Убрали ферзя с этой диагонали и ждут. Они не против отдать пешку. Не против, чтобы белые выиграли эту пешку, но перешли в позицию с разноцветом. Хорошо, что у белых нет коней. Потому что, если бы пришел конь вот сюда, то было бы тяжко. Так, 6,5 на 3,5 в первом сегменте сыграли. А во втором 3-1, да, счет. Ну, еще ничего не потеряно. В принципе, потерять что-то сложно. Надо бороться. Но да, тут, когда начинаешь проигрывать и плыть, то главное прервать эту серию. Потому что серии могут затянуться. И Накамура не тот шахматист, который легко позволит эту серию завершить. Ж3 белые хотели сыграть и поймать этого коня. То есть он туда пришел. Как он туда забрался и чем питается, науке неизвестно. А как выходить будет непонятно. Ну, черные уж от отчаяния пошли Д5. Но это не сильно помогло, надо сказать. Ну, где-то ферзь Б5, да, конь Д3 сейчас хотят. Но мне кажется, все равно, все равно конь, он как там стоял неудачно, так и тяжело его будет оттуда вызволить. Ну, вот конь Д3, какой ценой еще вопрос. Ну, выпрыгнет он на Б4, где немногим лучше стоит, а пешка у белых здоровая, проходная. Сложно, сложно доказать, что он не прав. Играет быстрее Накамура, увереннее. И заставляет соперника ошибаться. Конечно, потом, после партии, когда смотришь, проверяешь партии в спокойной обстановке, да еще с компьютером. Ну, как так можно было, как можно было не пойти так или эдак. Легко. Тем практика отличается от теории. И тем комментаторы отличаются от игроков. Знаете, когда долго комментируешь, то забываешь, что же это такое, играть в шахматы. Поэтому стоит время от времени напомнить себе, мне кажется. Это я себе напоминала пять месяцев. Сейчас, честно говоря, с удовольствием комментирую. Потому что непросто. Не всегда удается делать сильнейшие ходы. Иногда допускаешь абсолютно нелепые ошибки или проходишь мимо таких простых продолжений, что потом диву даешься. Ну, а если вернуться к партии, то все-таки пешки белых, они, думаю, пройдут. Ферзи или не Ферзи. Но материал какой-то черным придется за них отдать. Е7. Е7. Потом Д7. Е8. Ну, как мы видим, путем такой красивой тактической комбинации, Накамура выигрывает материал. Черным ничего другого не остается, как сдаться. 10.5 на 4.5 стал счет в матче. И Блюменфельда. Контр-гамбит Блюменфельда. Я иногда его играю черными. Переверну доску, если вы не возражаете. Мне так чуть проще будет ориентироваться. Да, играла я это. Мне кажется, даже с Владимиром мы в какой-то арене королей играли это. Вообще, какое-то время назад Е4 считался чуть ли не опровержением Блюменфельда. Но компьютеры сейчас, как известно, держат и не такие позиции. Черные тут как бы контр-гамбит. Черные предлагают гамбит, а белые отвечают контр-гамбитом. То есть тут белые жертвуют пешку, чтобы затруднить черных в развитии. Но тут все не так просто. Пешка лишняя, а если черным удастся раскрутиться, она как была лишней, так и останется. Главное, конечно, играть аккуратно и знать определенную теорию. Но вот тут я не уверена, что на камуру действует хорошо. Посмотрим. По крайней мере, у Владимира может появиться шанс. Перевернем в нашу доску. Интересная позиция. Слабый король у черных. Комплекс белых полей слаб. Этим объясняется ход ферзи G3. Белые хотят перевести коня к королю поближе. А ферзи конь, как мы знаем, много шороха могут навести в лагере противника. Вот и второй конь пошел на подмогу. Но черный не позавидуешь. Пешка лишняя. А король-то голый. Но единственная проблема, когда у тебя такая подавляющая позиция в блице, найти решающее продолжение. Потому что можно промедлить, не увидеть какую-то тактику. Простую или не очень, даже не имеет значения. Ну и пустить. Удача. Но тут, видимо, конь c5 сильно очень. Конь c5, да. Идея в том, что на ферзь c5 ладья c1. Следовало бы и конь на c7 провисал. Но ферзь c5 не было сыграно. Но, честно говоря, тогда все равно сыграли белые ладья c1. Пешку отыграли. Соответственно, сейчас они атакуют бесплатно. Бесплатный заезд. Конь f5. Отлично. Отлично. Торт. Нам в детстве обещали, что если мы приведем коня на f5 белыми и черными на f4, то с тренеров полагается торт. Конь a6. Ну, тут дилемма небольшая была. Есть или не есть. Но хорошо. Белые решили, что хуже не будет. Пешка лишняя. Атака продолжается. Повели ладью на помощь своему, своим другим фигурам. Ну, немножко стабилизировались, тем не менее. Белые что-то мне подсказывают, что кроме коня h6, здесь должны были быть другие пути развития инициативы. Потому что все-таки два хода белые потеряли. Пешку выиграли, но черные слона с h8, как хитро перевели на f8. Не знаю, поможет ли им это вопрос. Пешка еще одна слабая. Еще одна потенциальная слабость. Ну, конечно, здесь уже не до коней. Не до лошадок. Хотя не стоит забывать, что конюшка провисает. Да, у меня коня обычно на b1 был. Зато фигуру сохранила. Позиция продолжает быть подавляющей. Ну, так, вот эту пешку, наверное. Ой, 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 сейчас, тут надо собраться. Тут надо собраться и, главное, не поверить. Какая ловушка. Вот ловушечник, а. Ну, все, гола подавляющая стала примерно равной. Ну, ладья d5. Но все-таки все равно у белых получше, но фигура есть фигура. Видите, как полезно тактику. Мелкую тактику видеть, особенно в защите тяжелых позиций. Не отчаиваться, а подкручивать. Вот этих шахматистов в уровне Накамуры выиграть архи. Против них одержать победу архи тяжело. Крутятся. Избиваются. Да. Ну, ничего, пешки пошли вперед. f3. Главное, где-то что-то снова не зима. О, f4, вот это мне нравится. f4, это хорошо. g5 надо вести. Вести пешки. Чем они дальше, тем они опаснее. Да, ну, сейчас, к сожалению, главное, чтобы они все не попадали. Ну, f5 уж приходится, наверное. Потому что... Ага, такой промежуток. Очень интересно. Потому что если пойти ладья, f5, то конь d4, да, последует. Так, что происходит? Кто мне может объяснить? Опять что-то зевнул Владимир. Зря он короля под шах. Мог пойти скромнее. Король g4. Ну, ладно. Потерял несколько темпов и потерял нить игры, что самое главное. Оценка позиции не сильно, наверное, изменилась еще. Но уже стало играть неприятно. Ладья c6, король e7. Что-то как-то... Ну, ладья c6, король e7. Ладно, еще конь на d4 подвиснет. Конь на f5 пока не идет, хотела сказать я. И последовала конь e5. Очень опасно. Очень. И все. Король e8, ладья e6 мат. А, не, не мат. Не мат, но почти. Как-то уже неспокойно. Правда, замотовать короля не так просто. Но хорошо, после размена ладей точно замотовать уже не удастся. Обезопасили себя немного белые. Потому что запутались как-то королем. И уже становилось тревожно. Так, вот сейчас, правда, если все пешки... Ну, слон и конь против коня, это все равно ничья. Но надо пешку съесть. Надо конь b4, да, пойти. Плюнуть на эти пешки уже. Съесть ту пешку. Конь d3 сейчас. Ну, хотя бы свои спасли и побежали. Все, побежали есть пешку a. Что есть силы на своих коротеньких. Да, надо бы как бы успеть и флаг не уронить. И что-то не зевнуть. Очень непросто. Из такой подавляющей позиции получить то, что сейчас на доске, это, конечно, печально. Но хорошо, конь a4 на доске теоретическая ничья. Да, но Накамура не согласен. Накамура будет фигурками двигать. Ну и к тому же ему выгодно потянуть время. Он ведет в матче 10.5 на 4.5. Остается полчаса по 3 минуты. Он, я думаю, уверен в себе в игре 1 плюс 1 на 100%. Соответственно, если он чуть-чуть потянет время, то хуже никому не будет. Точнее, ему уж точно не будет. Сейчас он продемонстрирует технику. Солоном и конем мат королю не так просто поставить. Как вы понимаете, с конем на доске. Это практически невозможно. Зря, мне кажется, Володя тратит время на предложение ничьи. Понятно, что Накамура не согласится. Тут надо сделать 50 ходов и зафиксировать ничью. Так, прошу прощения, что это такая небольшая задержка, потому что видеокартинку я вырезаю. Соответственно, мне мой бедный компьютер немножко тормозит. Маленький старенький компьютер. Да, вот матч вживую было бы интереснее посмотреть. Но они могут встретиться. на чемпионате мира, например, по быстрым шахматам и Блицу. Пожалуйста. Кстати, ходят слухи, что он пройдет в конце года в Москве. Очень этого жду. И очень бы хотелось, чтобы эти слухи подтвердились. В прошлом году, как вы помните, он прошел в Питере. Все было замечательно. Для любителей шахмат была такая насыщенная программа. Так, а это какой-то вариант. Вот так вот быстро все разыгрывают. Я ничего не знаю. С4 взять на проходе невозможно было, да? Ладно. Проскочили. Не задаю лишних вопросов, потому что эта линия мне неизвестна. Что бы последовало на ход ДЦ, мне тоже неизвестно. Но если вернуться к плану на декабрь, то да, вроде как чемпионат мира должен пройти. Скорее всего, сроки будут те же, что и в прошлом году. А это где-то с 27 декабря по 31 декабря. Прямо под Новый год. Шахматистам. Зачем? Зачем? У нас игра для нас всегда праздник. Правильно? Тем более игра в шахматы. Так что ждем. Ждем каких-нибудь приятных новостей в ближайшее время от Международной шахматы федерации. Но пока смотрим. Наблюдаем, что там на доске Эншпиль. Так. Пешка у черных лишняя. Но надо думать, что белые ее легко отыграют в той или иной редакции. И вообще они думают, идти в Эншпиль или не идти в Эншпиль. Потому что слон на Б4 так отрезает короля, что не дает ему возможности ракироваться. Соответственно, король слабый. Сделай белые форточку А3 или Ж3. Они уже будут угрожать ходом ладья А8. Сейчас они этим ходом не угрожают. Ввиду того, что их король тоже пока слабый. Форточки нету. Но вот Ф6. Такая попытка искусственно ракироваться. Вывести ладью. Может быть, у белых просто не хватит времени, чтобы сделать ракировку и начать атаку. А тогда будет очень хорошо черным. Потому что пешка лишняя. Как была, так и останется. Опять же, если сделать за черных три хода, позиция их станет подавляющей. Но подождем. Посмотрим. Аш-3, конечно, форточка замечательная. Но король Аш-2, слабый С7 всегда. Поэтому это еще вопрос. Что делать дальше? А, кстати, интересно. Я смотрю, игроки играют с наушниками. Кажется, должно быть запрещено. Ну, ладно. Хорошо. Уж кого-кого на Камуру подозревать в читерстве, наверное, точно будет неправильно. Е5. Пойти или не пойти? Нет. Ферзь Б6. Ну, хорошо. Да. Пешка лишняя. Когда лишний материал, очень резонно выглядит предложение перейти в Эншпиль. Ну, единственная проблема, что да, здесь белые. Может быть, это не проблема. На ладья А7 последует Е5. На ладья Д7 ход невозможен из-за король Е6. А сейчас король Е6, и опять же, пешка лишняя. Ничего не меняется. Правильно. Лишней пешке тяжело пройти в Ферзи, если на доске Ферзи. Поэтому, да, подсказывать... Ну, это проблема этих всех онлайн-матчей, что невозможно контролировать подсказки. И в наушниках, и не в наушниках, потому что, когда игроки играют, аудио выключается, соответственно, просто кто-то может сидеть рядом и подсказывать. А контроль 5 плюс 1, он очень серьезный. Так же, как и 3 плюс 1. В принципе, для сильного шахматиста пары подсказок за партию должно хватить. Нет, безусловно, я не обвиняю этих игроков. Я просто говорю, что если вообще проблема читерства в шахматах огромна, то в онлайн-шахматах всегда такое ощущение, что читерят 90% игроков. Особенно, когда идут отборы. Title Tuesday или другие. Когда что-то на кону. Ну, другой экран, он смотрит так же, как я. У него стоит второй компьютер, и вот сейчас я тоже смотрю на второй экран, потому что я вижу ваш чат, я слежу за чатом на другом компьютере. Мне так удобнее. Согласна, что репутация – это важное дело. Ладя c3, не пускаем ладью в огород. Но она все равно, правда, туда прорвется. А, просто сдался. Ну, решил, что уж время тянуть. Ну, хорошо. Просто король b7, король b6, наверное, ладя c7 бы следовало. Ну, не один способ победы. Так, что-то. Тут главное поймать соперника. Вот, Алёхина, отлично. Это, это приветствуется. Это такой выбор, несколько нервный, неровный. Ну, ладно. Не будем развивать тему читерства. Конечно, стример – самый главный читер. Как, как, как? Стример вообще, как стримеру без читерства. Стример может кнопочки нажать. Тут есть кнопочка «Варианты», «Оценка». И видеть, как меняется оценка. Да, видите, на камуре сообщили, что его подозревают в читерстве. Сразу уровень игры упал. Давайте его еще немного поподозреваем. Может быть, он еще что-то, что-то зевнет. Why not? Ну, белых очень даже неплохо. Вопрос, насколько неплохо. Попытка. Да, после БЦ, наверное, надо брать на С6 и брать на С5 ладьёй. И играть вот на эту слабость на А5. Ну, и на удержание лениться. Да, Ладья Ц1, ход тоже полезный. Все-таки, когда фигуры занимают единственную открытую линию позиции, это большой плюс. Или, хорошо, может быть, небольшой, но точно некоторый козырь. Ну, сейчас надо как-то на эту пешку нападать. Вопрос только как, потому что... Да, на Ф7. Ну, вот тут черные, мне кажется, могут разменять ферзей. Пойти Ладья Б8. Не захотел менять ферзей. Ну, хорошо. Хозяин-барин. Вот этого слона давайте как-то улучшим. Слоны в 4 предлагаю. С такой несложной идеей слон Д6. Потому что несколько этот слон как-то услышал меня, Владимир. Видите, а вы говорите про читерство. Ну, у Владимира тоже наушничек-то. Мы тоже не промах. Хорошо, фигурки пока расположены. Надо расположить их еще лучше. Чтобы не позволить черным как-то выскочить. Выпрыгнуть. Вопрос. Что улучшить? Ну, брать не хочется. Ладно. Молчу. Наушник не сработал. Е5. Я думала, что это белым не надо. Ферзи 5. Какие-то прыжки начнутся. Ненужные. Спешка съедена, но... Но ход черных. И это тревожит. После ладья d7, ферзь g5, конь f3, ферзь c1, уже мат. Хорошо, ферзь d7. И все-таки в эншпиль. И все-таки настаиваем на эншпиле. Очень логично. Могу понять белых. Так. Сдвоенное. А у нас связанное. Но далеко продвинутое. Продвинутое. После ладья b3, ладья d3, все-таки о перевесе. Ладно, я не совсем поняла тут, почему не g4, и потом ладья d3 не сыграли белые. Потому что после g4 здесь, коню приходилось бы на f6 ходить, а тогда он бы перекрывал слона. И тогда можно было съесть пешку на d3, не отдать на b2. Может быть, я ошибаюсь. Повторюсь, я комментатор. Когда ты комментируешь, ты зеваешь очень многое. Но, с другой стороны, и видишь иногда больше, чем игроки. Просто потому что находишься в другой ситуации. Не вынужден нервничать и считать. Не крепко. Не нравится мне это все. Очень не нравится. Король слабый. Конечно, если бы не будь этого слона, белые бы пошли слон e5, и сами бы поставили мат на h8. Но сейчас вот они должны делать такие некрасивые ходы. Слон g3. Тревожно. Тревожно. Может быть, еще не страшно, но уже очень тревожно. Так, слона 3. Слабый очень король. Даже в эндшпиле слабый король имеет значение. У черных, правда, тоже не особо сильные. Особенно, если представить перевод коня на f6. Но как ему с f3 дойти до f6? Правильно? Ловушки ставят хикару. Не разменял ладей. Видите, раз-два уже с пешкой. Аж 4 тут пока. Ну, сейчас аж 4. Но все равно позиция ладей на эндшпиль был бы ничейный. А сейчас король в коробочке матовой. Конь не ходит. Король придет на e4 и попросит коня. Боюсь, тяжело. Белым здесь. Вот как упаковался. Самоупакование. Зевки, это нормально. Который час уже, сколько часов уже подряд играют шахматисты. Мы начали... Мы начали в 7. То есть 2,5 часа. Так. Английская. Которая перешла в славянку какую-то ферзю. Ну, гибрид славянки, но без конь c3 до хода. Поэтому белый ходит конь d2. Стандартные такие размены в центре. Даже сейчас шахматисты поменяются. Всем. И потом я оценю позицию. Потому что сейчас это комментировать тяжело. Так, что там у вас? Да, следующий матч завтра. Завтра у нас сыграют Шахриар Мамедиаров у Эсли Со. Также в 19.00. И я надеюсь, что у нас завтра, ну, точнее, у меня технических проблем будет меньше. Я постараюсь таким же образом настроить картинку сразу же. Потому что с игроками все-таки веселее. Видеть их эмоции. Их лица. Но, тем не менее, что бы ни говорили, но такого избиения младенца в этом матче не получилось. Так, конь на d5 неприкосновенен. Естественно, пока из-за слона h2. Ну, поэтому черные продолжают держать ферзя на этой вертикали. Так, ферзя 7 мат. Следим. Следим за идеями соперника. В шахматах очень-очень важно следить за идеями соперника. Так, вот тут вот ферзь h7 где-то не последует. Конь е7 шах и... Или что-то. Задумался Хикару. Я бы тоже здесь подумывалась. Или конь d6. Да, вот конь d6 еще сильнее. Слон на g5. Вах, как хорош. Правда, смотрите, конь g5. Главное не умереть от страха. Ага, h6. Ну, может быть. Могет быть. А, ну на конь g5, конь е8 тоже бы, наверное, следовало. Ну, здесь тоже конь g5 можно пойти. Мне кажется, позиция абсолютно не ясна. Слон-то на f3 неприкосновенен. Что-то Володя мажет головой, хотя мне кажется, все не так плохо. Сейчас, секундочку. Вопрос из зала у меня. На каком канале я комментирую? Комментирую. Так. Что произошло? Слон е4. Вход есть? Что еще есть? Но всегда можно, конечно, с песней отдать слона. Слон бьет g2. Правильно? Тоже. Why not? Зато потом столько коней, столько шахов. Напрыгивать будет весело. Вот преимущество быть комментатором. Легко жертвовать фигуры. Тут слон g6. Ну, хорошо. Пешки поел. Много. Но позиции у черных очень даже ничего. Очень даже ничего. В результате всех этих тактических манипуляций черные все-таки остались с определенным материалом. Ну, примерно равное, конечно, соотношение. Ладья е1. Ладья d1. Ну, хорошо. Пытается вышибить коня. С пункта выбить из центра действует по правилам. Если не знаешь, что делать, атакуй самую хорошую фигуру. Самую хорошую. Лучше всего расположенную фигуру соперника. Вот. Сформулировала. У коня нету опорных пунктов, но пытаются найти. Владимир. Ферзь е5. Конь е4. А ферзь h5, конь g4 еще план. Еще можно показать, кто в доме хозяин. Вот. Привел коня в центр доски. Перевел с d5 на е4. Осуществил красивый треугольный перевод. Ну, а сейчас пора нападать. Ферзь е2. Отлично, отлично. Главная инициатива, особенно в блице. На ферзь е1, там уже конь g3 какие-то были бы. Бессмысленно искать смысл. Но надо же что-то искать. Или смысл, или истину. А можно просто играть в шахматы, да? Тоже вариант. Так, хорошо. Не зевнули ладью е8. Так играет. Так белые играют. Как-то вот... С ладьей на f1 очень хочется доказать неправильность их маневров. Не так-то просто. Ну, надо напасть, да. Надо напасть на эту ладью. Куда вообще ей идти? Куда идти, куда податься? К сожалению, пешки на h2 нету. Очень жалко. Потому что тогда бы последовала ферзь е2, ладья бы отошла, и ферзь е1 мат. К сожалению, с пешкой на h2... Видите, иногда... Тут ладья f1, ладья a1. Отлично. Отлично. Должны быть какие-то мотивы. Тактические. Тут, к сожалению, ферзь g5, ладья c5. А, ладья е1. Отлично. Я думаю, ферзь g5 было бы неплохо. Ну, хорошо. Это тоже имеет место быть. Время, время, время. Очень мало времени, к сожалению. Падает флажок у черных. Ну, да, повторить позицию здесь, наверное, небольшая ошибка. Не хочет. Не хочет на камору. Хочет поиграть на флажок. А вдруг, говорит, он снова его уронит. Ну, посмотрим. Так. Так. Ладья е1 где-нибудь. Или конь f2. Отлично. Отлично. Правда, конь f2, не знаю, там ладья b4. Что последует на ладья b4? Вопрос из зала. Комментатор не очень понимает. Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Что-то последует, наверное, но я не вижу, что. Ну, на камору, наверное, видит. Раз так долго думает. Ладья f6 хочет пойти на слон d3. Ой. Кресты. Смотрите. Ферзь c2, ферзь f1, конь e3, конь c2. Позиции с пазл раша. Отлично. Зная наших. Конь d1. Классно. Мне очень нравится. Раскрутился. Раскрутился, Володя. Но тут... Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот я только хотела сказать, что тут рано, рано расслабляться, потому что, ну, потому что, да, потому что против тебя на камуре, и у тебя 7 секунд. И конь c1 надо было ходить. Ну, что тут делать? Хорошо, что Владимир воспринимает это с улыбкой. Так. О-о-о. Ну, что я вам скажу. Это такой теоретический вариант. Сейчас очень-очень популярный. Так называемый венский вариант. Сейчас переверну, потому что я его чаще играю черными. На слон c3 здесь опасно ходить. Вообще, какое-то время назад чуть ли не опровержением считался венского. Ну, по крайней мере, мода играть венский именно из-за этого варианта за черных упала. Но сейчас вроде бы все проанализировали, и черные здесь по последним данным теории держатся. Но единственное, что игра здесь не так просто. Лишняя пешка, но у белых очень сильная компенсация за нее. Но у накамуры свои счеты. Так, свои. В общем, если очень хорошо знать теорию, то, видите, е5 и ладья на аштре повисла. Не очень хороший. Да, да, согласна я с реакцией Владимира. Ладья аштре, ну, где-то что-то не так. Я точно здесь уже теорию не помню, но разные тут планы у белых. Так, 9 минут нам остается. Разные планы есть у белых, в том числе перевод такой ладьи, но, видимо, не в данной конкретной редакции. Так, попроще, покрепче. Что это у нас такое? А, ну, это тоже сейчас современная такая трактовка защиты каракан за белых. Очень-очень крепкая. Слон d3, c3. Белые хотят сказать, что они играют карлбасскую структуру с переменной цвета, но там с лишними темпами. И у них все очень хорошо. Ну, черные что-то еще хотят сказать. Конь на e3 идет. Дырочка. Ход f3. Да, вот этим переводом подчеркиваются недостатки хода f3. Ослабление черных полей. Ну, и тут надо, конечно, ухо держать в астро. Обратно. Вернулся. Ладя е5, ладя аж 5. Давай, давай, намат. Намат. С песней. Ну, конечно, тяжело подготовиться к сильному шахматисту, который все играет. Ну, можно хотя бы сказать себе. Настрой настроиться именно психологически правильно. Тоже иногда очень важно. Ну, и подойти в хорошем состоянии. Как я уже отмечала сегодня в Блиц-матче, это бывает очень-очень необходимо. Выспаться. Покушать. В общем, правильно настроиться. Конь e3 вместо конь bd2. Ну, вы такие мне вопросы задаете. Сейчас посмотрим. Конь b2. Не знаю, почему. Почему не захотел съесть пешку. Может быть, хотел повторить. Вот тут вот, может, передумал, увидел, что пешка висит, вернулся. Ну, и так неплохо. И так очень даже ничего. Ферзь h6. Конь f1. Угроза конь f1. Заметил хикару угрозу. Но мы же со слабыми не меняемся, правильно? Зачем нам со слабыми меняться? Давайте как-нибудь атаковать. Я комментатор, я могу предложить ужасный ход g5. Ладно, это шутка. Так играть не надо. Можно ферзь g6 пойти. Ферзь g6. Напасть на мат в один ход. А вдруг, мы же в чудо верим, правильно? А на конь g3 уже как-то, вот там уже поле e1 появляется. Надо только побыстрее это делать. Главное решаться на что-нибудь побыстрее. Меняться не стоит, мне кажется. Не надо. Король слабее. Ферзь h5. Окей. Зачем? Почему именно на h5? Ой. Йоооо. Ловуха. Все поняли? Слабая первая горизонталь. Вот так вот. А наш то? На что? На что тоже ловушки может ставить? Не только хикаре. Хикаре. Сейчас я хикару буду. Не только хикару может конем отпрыгивать. Вот. Вот. Вот что значит сыграть на мат. Так. Последняя партия, наверное. Ой. Ох, хикару-то. Баловаться начал. Смотрите, 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 смотрите. Сейчас. Ну так, разве так, разве это баловство уже 6, а 6, а 6, а 6, а 6. Вот как к этому подготовиться, правильно? Никак. А надо ли готовиться? Это вопрос. А стоит ли готовиться, а надо ли? Я не знаю. Я не знаю. Там был конфуз. Там висел фельдь и висел мат одновременно. И защитить и то, и другое было невозможно. Так. Что происходит? Ну, король е7 я вижу, да. Вариант на камуры. Отлично. Но это обычно приветствуется. Такие варианты приветствуются, потому что... Ну, а как иначе сильного шахматиста обыграть в правильных дебютах? А в неправильных, вот, король бегает. Шансы есть всегда. Но я думаю, Владимир не против того, чтобы хоть в каждой парте хикару исполнял вариант хикару. Да, каждый дебют нормальный, особенно для Блица, если его сильно играть. Как говорили в детстве, главное не что играть, главное как играть. Но просто здесь еще сложнее играть хорошо. Ты отдаешь нам 3-4 темпа белым, у которых и так пол хода преимущества. Понятно, что и в данном случае можно переиграть соперника. И выиграть партию. Ферзя поймать, например, на аж 8. Ферзь висел, но его есть нельзя было, если все про прошлую партию. Там мат угрожал, ладья Е1. А ферзь, он был защищен. То есть белым приходилось как-то защищаться от мата, ладья Е1. Тогда черные могли бы съесть ферзя белых. Белые бы съели ферзя черных, но черные бы съели коня. Лишняя фигура там оставалась. Ну, поверьте, если на кому раздался в такой позиции, значит, были на то основания. Ему очень не хочется сдаваться. Любому шахматисту такого класса очень не хочется сдаваться. И он все возможные и невозможные трюки, как мы видели не раз в этом матче, использует. Да, но вот тут король Е7. Король Е7. Ну, король Е2. Давай, Хикару. Король Е2. Если король Е7 так хорошо было, так надо король Е2 сыграть. Надо быть последовательным в своих убеждениях. Правильно? Так, ну что? Вновь сицилианка. Вариант Рассалима. На сатическом название этого варианта написано Нижмединов Рассалима. Атака Нижмединного Рассалима. Ну, хорошо. Пусть будет так. Ну что? Слона на Д6. Иномат? Нет, покрепче. Покрепче. Нули. Рокировочка. А, очень быстро проиграл Володя. И поэтому еще одну партию успеют шахматисты сыграть до вишенки на торте, которую, я уверена, вы все ждете. Посмотреть хочется, как это будет. По минуте. Могу вас заверить, будет быстро. Что-то я уже похожее видела. Володя уже так же заходил конем на Ф4, и там он так же, боюсь, падал. Пропадал он там. Камура какой-то из партий поймал его, в конце концов. Но Владимир считает, что у этого коня есть потенциал. Верит он в коня Ф4. Видимо, ему тоже обещали торт. Но детство-то уже закончилось. Торты уже не пекут. Но, по крайней мере, за коней никто торты на Ф4 не дает. Да, когда этот матч, когда эти матчи играешь, да, в какой-то момент начинаешь думать. Поглядывать на таймер, на секундомер. Но когда же, когда же это закончится? Очень, очень уже хочется. А я вот думаю, что через час начнется Тайтл Тьюздэй. И успею ли я? И успею ли я? Наверное, успею. Потому что по полчаса будут играть. Шахматисты комментировать замечательно, но играть же лучше. Но все еще не знаю, буду ли стримить я это безобразие. Обычно, когда я стримлю, я играю из ряда вон. Но если все вы скажете, что вы обязательно пойдете на мой канал через час в 11 по Москве и посмотрите на то, как я играю, и жить, конечно, без этого стрима, ну, никак будет невозможно, то я подумаю. Так, конь Е5. Ну, что-то как-то коня не стало, ну, ничего. Фигуры прыгают, правда, их мало. Вот вопрос остается на повестке дня, а стоит ли, а стоит ли уводить коня на Ф4 в этом варианте? Ну, с другой стороны, куда ему идти с поля Ж6 после хода Ф5? Не обратно же на Е7? Да? Да. Ответ не стоит. Надеюсь, что вот сейчас в этом перерыве, который будет 5-6 минут, у нас есть перерыв, ну, точнее, у игроков есть перерыв, Владимир, главное, отдохнет, попьет чайку, переведет дух и даст бой. А я тоже чуть-чуть отдохну и скоро вернусь к вам. Встречаемся здесь же минут через 5. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Что важнее, центр или фланг? Без видео мы уже не представляем своей жизни. Да-да-да, как только видео пошло, гроссмейстеров, я вроде бы как сразу тоже переключилась. Ну, конечно, по минуте что-то говорить. Так, что такое? Что такое? Вот видите, я хотела посмотреть, что происходит на доске, и партия закончилась. Зевнулись! Ну, что делать? Так, Найдров. Ну, не знаю, насколько правильный выбор дебюта против Накамуры, идти в Найдров. Мне кажется, с ним надо что-то такое покрепче. Вот Владимир играл каракан, но, наверное, не понравилось то, что он получал в каракане. В Суцелянке тоже как-то неудачно. С конца шесть складывались партии для Владимира. Может быть, стоило что-то посолиднее подготовить. Русскую партию, например. Владю зевнул. Ну, да, тут неизбежно зевки, к сожалению, в партиях по минуте. А если с контролем по минуте до конца это еще ничего страшного, эти зевки, то с контролем 1 плюс 1 это равносильно сдаче. С5 вновь центр или фланг. Вновь мы видим этот спор. Но, правда, на фланге у белых сейчас лишняя пешка, которая, возможно, потеряется. Черные, наверное, ее отыграют все-таки. Вот белые сами ее отдают. Сейчас посмотрим, за что. Аж 4. Неожиданно. Ф5. Смотрите, как. Смотрите, как. Главное, как быстро. Как быстро этот шахматист видит различные тактические мотивы. Шеф. Владимир думал, ну ничего, я не позволю этой пешке пойти на Е6. Накамура говорит, не хочешь, заставим. И посмотрите на показания часов. 55 против 20. Накамура, конечно, не просто быстро играет. Он играет очень быстро, а еще и сильно. Ну, просто, ну, может быть, не идеально. Но, по крайней мере, чтобы доказать это по минуте, не знаю. Не знаю, кем надо быть. Один из сильнейших, наверное, брицоров в мире по минуте. Понятно, что сейчас молодая поросль юных и талантливых шахматистов, в том числе из Америки, несколько американцев, ну, тот же вот Фирузи, который будет в четверг с Ароняном биться, могут с Накамурой посостязаться в скорости и в силе игры по минуте. Ой-ой-ой. Ну, ладно. Россыпь тут пошла. Тут тяжело. Да, начало такое. Такое, которое говорит о том, что, боюсь, борьбы в этом сегменте матча не получится. Ну, первый номер по блицу. Нет, это точно не Накамура. Сейчас я проверю. По блицу Фиде. Фиде. Сейчас проверим. Это интересно. Только что появились рейтинг-листы, в том числе и по блицу. Открываем. А, да, вот совершенно верно. Я думала, что это не Накамура. Первый Накамура, потом Дин Клерен, потом Сергей Корякин, потом только Магнус Карсон. А, ну это они после серии... После серии этих Гран-при, Гран-честуры, да? Да, абсолютно верно. Удивительное рядом. Ну что ж. Сильный шахматист. Что тут скажешь? Правильно? Так. Ну что происходит? Расскажите мне, что происходит. Я тут рейтинг-лист пока искала. Эншпиль. Но знаете, что мне не нравится? Мне не нравится вот эта диагональ. Невозможно играть будет белым по минуте, если они что-то не сделают. Да, но вот они пытаются противопоставить. Пытаются заслонку. Ну, Ф3, Е4. Наслабили черные поля. Сразу черные полезли по этим полям. Конь Д4. Конь Д4. Неумолимо. Неминуемо. Задумался. Задумался Владимир, но это стоит все-таки 30 секунд. Смотрите, 52 секунды у черных. У черных время замерло. Оно не идет. А пешки идут. Время не идет, а пешки идут. Ну что тут поделаешь? Ой. Да. Быстро играет. Быстро играет шахматист. Конь С4. Конь Е3. Конь А3. Сейчас. Ферзя, правда, загнала так далеко. Ну вот, пришлось сейчас как-то его выковыривать. Но, может, еще не так все плохо. Конь Д7, я думала. Конь Д7. Отдать слона за пешку Б. И повести свою. Просто здесь на С6. Конь не так хорошо расположен. Как был бы расположен на Д7. Ну, с другой стороны. Конь С3. Конь В5. Там тоже никто не отменял. Ладно. Сейчас технику придется на камуре демонстрировать небольшую. Опять. Мы уже видели соотношение слона и конь против коня. Аж 4 это зря. Это зря. Пешки менять надо, но не таким образом. Да, после Аж 4 партия стала. Партия стала безнадежной. Позиция стала безнадежной. Так. Владимир решил ускориться. Это, в принципе, очень хорошее решение. Верное даже. Но тут должно качество не очень страдать. Понятно, что на камура тоже играет не идеально. А 4? Правильно. Давай. Вперед. Но тем не менее. Так. Минута 0,7. Минута 0,2. Ну, шахматисты настолько ускорили, что комментировать уже... Комментатор не успевает за передвижением фигур. Как в таких ситуациях часто говорят спортивные комментаторы на телевидении. Давайте помолчим и понаблюдаем. Вот. Это то, что я хочу сейчас сказать. Давайте помолчим и посмотрим. Посмотрим, кто окажется сильнее. Два коня или два слона. Позиция с одной стороны закрытая, но вот эти черные поля вокруг черного короля, они создают напряжение небольшое. Понятно, что два коня должны себя очень-очень хорошо чувствовать. Видите, черные готовы ладью отдать за этого слона чернопольного. Может быть, они и правы. И может быть, и правы белые, что не поддаются на такую провокацию и не меняют своего чернопольного слона на ладью. Посмотрим. В принципе, у белых есть план, заключающийся в надвижении пешек на королевском фланге. Вот сейчас белые усиливают позицию. Сейчас эту еще. А, но эта ладья, правда, далеко уходить не может, потому что на а3 провисает пешка. Ага, хитрый ладья аж 8, ладья аж 7, зная наших. Законопатили. Конь f5, да, сейчас будет не так просто пробиться. Но f3 g4, все-таки конь g8. И все-таки, все-таки впереди огни. Ну, слон же 6. Где-то же, я хотела сказать, где-то же Накамура когда-нибудь нанесет. Нет, не так страшно было. Не так страшен Накамура, как его молюют. Ой, ой. Ну и позиция. Успеет ли черный король убежать от всех угроз? Не найдут ли что-нибудь белое, какого-нибудь, да, вот в какой-нибудь бяке? Смотрите, позиционная жертва ладьи. Я пока не поняла, что происходит. Но выглядит это красиво. Ой-ой-ой. Не знаю, единственным ли был ход, но... Но зато король убежал. Убежал. Пешек у белых очень-очень много. Так, ладья пока лишняя. Но, к сожалению, здесь после ферзь Е8, ферзь Е8, Ж6, Ж7 пешки проходят. 1-0. Ну, да. Не знаю, какой была оценка на протяжении всей партии. Я думаю, вот так вот она прыгала. Но 1-0. Но 27. Старается. Старается Владимир не отставать в темпе от своего именитости. У этого соперника не получается. Где-то все-таки по времени начинает проседать. И Накамурону, надо отдать ему должное, очень хорошо подкручивает. Все у него летает. Фигуры жертвуются, все срастается. Конечно. Приятно наблюдать за такой игрой. Потому что в своих партиях обычно фигуры жертвуются, но на этом все и заканчивается. А тут не только они жертвуются, но еще и позиция после этого выигрывается. Красиво играет. Ну, знаете, в этом турнире, тут, когда ты отбираешься в этот турнир, ты уже очень доволен. Потому что просто подышать в такой компании, а не то, чтобы поиграть в шахматы, это уже классно. И выбирать тут соперников не приходится. Но будет Накамура, будет Непомнящий. Или Грещук. Понимаете, тут от добра добра не ищут. Компания знатная собралась. И все матчи как на подбор. Владимир отобрался, прошел сито отбора, попал на Хикару Накамура. Не знаю, как они, кстати, распределяют по рейтингу или каким образом. Наверное, по рейтингу. Опять же, по рейтингу, но по какому? Так, снова 0-1. И снова здрасте, мат на Е2 там. После слон бьет Д4, фельс Е2 мат. Вернулся Владимир к защите Каракан. Но пока тоже она не очень хорошо у него шла. Но, по крайней мере, мне кажется, это лучше, чем сицилианская защита против Хикару. Так как позиции получаются такие на долгую игру. Правда, Хикару с этим не согласен. Ф4, H4, Е5, Ж5. Ну, какую-то женщину, да. Он обыграл Элину Даниилян, которая, в свою очередь, я ее вспоминала, сенсационно в этом году, в этом сезоне выиграла первый женский чемпионат по спид-чесс на Ческоме. Она для этого обыграла Екатерину Лагно, которая является действующей чемпионкой мира по блицу. Так, это так. Потом Харику Дронавале. Тоже очень неслабую шахматистку. А потом в финале еще и Валентину Гунину. Поэтому эта женщина, она вот таким вот образом отобралась в мужской чемпионат. Ну, понятно, что против Яна Непомнящего играть тяжело было бы. Но она целых два очка набрала. Вообще молодец. Так что это тоже непросто. Ян, он играет, я думаю, немедленнее Хикару. Так, ну что. И снова, и снова поражение. Давайте так. Сможет ли хоть сколько-то очков набрать Владимир в сегменте 1 плюс 1? Потому что сейчас счет 5-0. И осталось играть 16 минут. То есть почти 50%. 50% пули уже позади. А пули летят пока только во Владимира. Ну, давайте с уважением относиться к шахматисткам. Если вы не знаете этих шахматисток, это не значит... И если у них сейчас рейтинг 2.300, это не значит, что это слабые шахматистки. Это очень сильный гроссмейстер и многолетний лидер армянской национальной сборной. Элина Даниэлян, которая много медалей выигрывала со сборной и много-много лет уже очень успешно играет на самом высоком уровне. Так что каким бы результатом не закончился ее матч с Яном Непомнящим, заслуг это ее личных не умаляет. Так что незнание каких-то женщин-шахматисток не позволяет вам с таким неуважением о них отзываться. Я вот с ней играла неоднократно. Так, ферзь на Ж7. Это здорово. Главное, чтобы он там не попался. Но, в принципе, ладья Е7 неплохой промежуток. Сейчас слон С2. Отлично стоим. Мне кажется, так хорошо мы давно не стояли. Ферзь Ф6. Слон бьет Д3. Отлично. Ферзь Д6, ферзь Д3. Шикарно. Ну, конь Д3, конечно, никто не пошел. И Кару так просто коней не отдает. Особенно в партиях помидорных.